Нет, 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 можно записывать, просто давайте, наверное, проговорим еще раз, что мы обсудили по поводу. Ну, да, пусть Алекс повторит, он там записывал себе. Ну, начали мы с того, значит, сегодня 15 апреля, начали мы с того, что я отчитался, что работа по Садмиту, деплоингу SMV-системы идет, просто там сложно, все это, нужна еще неделька, я думаю. И дальше мы стали обсуждать, появился вопрос, чтобы все решения будущих конкурсов записывались автоматически в гид-репозиторий. И Митя предложил сделать конкурс, написать дебота, который садмитит работу для жюри и одновременно кладет в нужную репозиторий гид-хаба. За исходник взять дебота сабмишина от персклад, сделать его расширение. Соответственно, этот дебот, он где? Где этот дебот находится сейчас? Ты скажи, Алексей. Видите, Ваня на митинг, он там очень просится, и он, наверное, много нам может рассказать про репозиторий. Я не понял, где лежит этот дебот сабмишина? Что за дебот сабмишина? Ну, как в последней части конкурса ДГО, там есть сабмишин. Я не знаю, как он дебот называется, но там есть дебот, которым должен быть дебот, которым консорсант может добавить свой сабмишин к конкурсу. В рамках системы. Ну, конечно. Это фритон гаверненс парт 2, часть 2 контеста в рамках этой системы. Совершенно верно. Понятно. Просто еще же был там какой-то дебот для SMM. SMM. Это что такое? Я не знаю. SMV, ты имеешь в виду? Нет, для рекламщиков делали вроде бы какой-то дебот. Для пиара? Для пиара, да. Ну, там совсем другое делается. Он не пойдет, понятно. Нет. Слушайте, Алексей, дебота написать занимает несколько часов. Серьезно, это очень просто. Там может быть сложность, там типа новый интерфейс предложите писать его. Вот это да. А, ну, как бы сам дебот пишется очень быстро. Да нет, я не спорю. Просто, ну, раньше он вообще очень занудно писался. Сейчас с интерфейсами поинтереснее. Ну, тоже там, в общем, как бы такое себе программирование. Ну, фронт-энд программирование, что ты хочешь? Ну, ты же с пользователем общаешься. Как ты еще можешь по-другому запрограммировать? Там с коллбэками напряженка, насколько я понимаю. Вот, с коллбэками и с авэйтами. С промисами. Промисов не хватает. Вот что мне не хватает, это промисов. Пишу на C++, будут все промисы. C++, авэйт. На C++ есть и вэйты. Ну, надо освоить, освоить еще надо. Алексей Толваня прямо повет и мечет. Так, прошу прощения. Запускаешь людей. Запускаю, да. Сори, только подъехал. Сергей еще, Иван. Приветик, ребят. Привет. Так, а вы уже о чем-то, наверное, говорили? Да, мы уже все, в принципе, обговорили. А, ну, молодцы. Молодцы. Я чисто послушать, я же не это. В общем, для опоздавших мы обсудили, что процесс внедрения SMV движется. И деплоинга. И решили объявить конкурс для написания дебота, который собесит работу для журы и одновременно кладет ее в нужную репозиторию. Там есть нюансы. Расклад будет, там у них немножко не доделаны голосовальные токены, тип тришные. Сейчас там голосование только тоннами непосредственно. Они это будут немножко доделывать. Это им уже, скажем так. Я что-то не сильно понял, как это дебот может коммитить что-то или пушить, или делать полу-реквасты. Я не очень понял. Ну, сейчас интерфейс дебота может обращаться к веб-ссылкам. То есть, в принципе, он может работать через веб-апи, если что-то недостаточно. Соответственно, добавляете новый интерфейс? Предлагаете добавить новый интерфейс? Я... Ну, а кто это придумал? Митя. Мне очень нравится. У нас же GitHub. Это такое фолкбэк решение, которое временное. Ну, типа, зачем? Ну, а что проблема сделать дебот, который в репах коммитит? Не вижу проблемы. Нет проблемы. Окей. Не, ну окей. Митя, я же говорю, это же... Ну, на меня влияет просто... Если Митя, то все, у меня вопросов нет. Так, хорошо. По процедурам у нас там Анзор тянет руку. Анзор, тебе слово, пожалуйста. Анзор, Гауров. Да-да-да, это старая рука. А, старая? Слышно? Да, это старая рука. Да, это я по поводу записи просто хотел сказать, тогда люди говорили. А, ну все, пускай. Ну, все, тогда... Что еще? А что еще обсудили? Ну, все, вот два вопроса. А это... Сейчас, одну секунду. У меня вопрос. Вот SMV там есть? Конкурсный контракт какой-то. Ну, то есть... Что там автоматизировано? Там конкурсы и раздача монет автоматизированы? Или SMV это просто про позалы принимать? В принципе, все там автоматизировано. Возможно, там изменения нужны будут какие-то, потому что... А с кем мы консультируемся по диплою? Насколько я знаю, вот формальная верификация... Раз в класс, собрались уже. Да, с R-сквадом Роман Энгиев отвечает. Правда, сегодня-завтра он там медленно отвечает в командировке по телефону. Ну, а так он вообще отвечает. А по их оригинальному мануалу сами не получают? Ну, у них оригинальный мануал, он для админов, для программеров. Вот, а по идее я хочу составить мануал для чайников, для конечного пользователя, грубо говоря, чтобы конечный юзер мог создать конкурс. Ну, любой, допустим, участник любого сапгаверненца мог зайти и пошагово создать, например, конкурс, да, проголосовать, пользоваться. Ну, как-то так. Ну, это совсем небо и земля от того, что там есть. Ну, хорошо, все, давайте, да, не затягивать. Я думаю, что люди спешат. Если вы уже все обсудили, то мы посмотрим запись просто. Так, ну, если вопросов больше у него каких нету, каких-то еще... У меня есть комментарий, там не вопрос, а комментарий. Давай. А там происходит некое формирование, как это назвать, дебот, сапгов, я бы депейшный десайт еще стал называть. Я там скинул запись сегодняшнего разговора, Ваня, тебе тоже, с инициативной группой. В общем, смысл... Куда скинул? Смысл... Нет, я скинул Ивану, сейчас тебе тоже скину. Давай. Не переживай. То есть идея в том, что вот выбор, какие интерфейсы делать, там, конкурсы на реализацию этих интерфейсов, это вот надо тоже запаковать в такого рода сапгов. Там был вопрос, они сказали, что, ну, а зачем-то от developer experience делать более general, ну, точнее, более там, core вещи, а связка, какие идеи, какие юзкейсы, как они там распарсятся на интерфейсы браузера и какие конкурсы делать, какие интерфейсы переделать, это вот отдельный, на самом деле, сапгов, отдельный процесс. Давайте не платить сапгов, потому что у нас 250 сапгов, а во всех них абсолютно одинаковые люди. Зачем платить сапгов, если люди те же? Смотри, давай тогда по-другому. Ну, developer experience готов заниматься этим процессом интерфейса? Слушай, developer experience, вот смотри, developer experience ни хрена не делает сейчас. Ну, окей, и сейчас не делает, завтра делает. Да, там, у нас есть тема database, у нас есть тема storage, который там придет, надеюсь, рано или поздно там, да. То есть developer experience такого рода вещи делать в любом случае будет. Просто тема с этими интерфейсами и юзкейсами, она хороша тем, что она как бы достаточно локальна, она понятна, и там есть связка. Ты имеешь в виду дебот, сапгов? Ну, дебот, даб, сапгов, да. Ну, есть инициатива, я согласен, что люди пересекаются очень сильно, и понятно, что нужно привлекать новых людей. Я вообще считаю, что надо новое правило ввести, вот серьезно, что типа ты, что типа человек не может участвовать больше, чем там в трех сапгавах. Митя, ну, у нас сапгава. Митя, а что мы с тобой будем делать, а, Митя? Правило, да. Я с удовольствием выйду из половины. А я не участвую, Митя, скажу тебе больше. Я хожу и разговариваю, но я, например, в ДВЭКСе не член, если что, не мембер. Я просто говорю о том, что этот процесс нужно запускать как отдельно, Митя, чтобы и бот консорциум, DPH консорциум, чтобы он заработал, чтобы люди стали... Не надо. Так давай только не будем все время вот по-тихому вводить имена, потому что я могу, я вот уже решил на форуме написать, почему D-Bot хорошее имя, а всякие остальные плохие. Митя, дело же не по-тихому. Это же можно называть, как бы каждый может, в основном, называть там как хочет. Я... Давай, кстати, сейчас это обсудим. Мы размоем бренд. Смотри, ты знаешь, это... Да, но только если бренд работает против тебя, то это плохой бренд. Понимаешь? То есть проблема в чем? Ну, D-Bot воспринимается как бот. А мы... Веб-сайт, например, который будет в сети, в сеть засунут, это что? Это же не бот, это сайт. Я считаю, что когда ты называешь технологию так, что она воспринимается ограниченно, то это плохое название. D-Page даже гораздо лучше, на самом деле, потому что это хотя бы отражает... Нет, но оно гораздо, оно гораздо хуже, потому что оно не отражает сути технологии вообще. Page – это пассивная штука, которая открывается для чтения и которая не делает ничего. Это может быть для какого-то там одного десятого процента людей, которые являются разработчиками, а для обычного человека Page – это вот открылый веб-сайт, это Page, понимаешь? И она вполне себе делает что-то. А D-Bot для большинства людей – это вот именно чат-бот. И все. А мы хотим... Бот-бот, дебот, начиная к чату, но нет. Так, ну давайте. У нас поступило мнение Павла о том, что D-Bot, соответственно, ограничивает возможности, предоставляемые D-Bot'ами, название нас ограничивает. Вот желающие высказаться по этой теме, могут поднять руки. Давайте я первый выскажусь. Мне кажется, действительно, у меня ассоциация с D-Bot'ами, что это вот что-то телеграммовское, ущербное и очень ограниченным интерфейсом, который очень мало что позволяет. Вот все эти запрос-ответ, запрос-ответ, ну очень убого. Это все работает как без какого-то скроллинга, без каких-то динамических там активных страниц и так далее, и так далее. Вот, соответственно, D-Bot вот он вызывает такое сразу. Ну лично у меня отторжение. Если кто-то еще хочет высказаться, поднимайте руки. Команда, Сергей. Совершенно согласен. Сергей, давай. Да, совершенно согласен. Именно буквы BOT наводят на совершенно определенную ассоциацию и больше ничего. Потому что либо это от слова интерфейс какой-то туда корень приделать, либо что-то подобное. Типа D-Face, D-Interface, что-нибудь такое. Нет, ну подожди, D-Page звучит хорошо, насколько D-Site еще. Может D-Site он более дженериковый. Да, то есть D-Page, мне кажется, пока... Так, Паша, давай это самое. Сначала у нас два вопроса. Первый вопрос, что мы в принципе есть люди, которым не нравится слово D-Bot. А второй вопрос, мы уже тогда будем искать, чем мы его заменим. То есть вот Сергей высказал, что действительно есть такие минусы у этого названия. Нет, есть жесткая ассоциация с буквосочетанием BOT исключительно как BOT и больше ничего. А то, что он D-E, это уже, в общем, практически теряется, потому что BOT гораздо более всем знакомое и общеупотребительное слово. А вот чем заменить это слово D-BOT? Давайте как-то, не знаю, предложение, может быть, в форуме, может быть, в чате выдвигайте, и их уже будем отдельно обсуждать. Это с СММщиком надо задачу подкинуть. Ой, только не надо с СММщиком. Это все-таки тема на комьюнити разработчиков слэш инновационных пользователей, скажем так. Так, Александр хочет высказаться. Пожалуйста, Александр. D-BOT, мне кажется, как раз, в принципе, нормальное название, честно говоря. То есть, по крайней мере, то, что сейчас себя представляют D-BOT, это как раз и есть непосредственно боты, то есть, которым ты можешь там что-то спросить, они что-то сделают и вернут тебе результат, ни больше, ни меньше, по крайней мере, на сегодняшний день. Это главная проблема. Это главная проблема. Потому что вот эта проблема в том, что именно это, то, что сделать, неинтересно, как технология. Просто смотрите, на сегодняшний день это же D-BOT, и это и есть боты. Если что-то появится поверх D-BOT еще более там какое-то интерактивное и красивое и там так далее, то это и будет называться как-то по-другому. Вот оно не просто появляется, оно сейчас разрабатывается и как бы проблема в том, что если то, что, если странички будут называться D-BOT, то их никто не будет использовать, не потому что технология плохая, а потому что слово плохое. В моменте D-BOT люди не используют, в том числе потому, что никому не интересен бот-интерфейс. Ерунда это полная, что люди не используют D-BOT, потому что это слово не то. Люди не используют D-BOT, что значит люди не используют D-BOT? Они используют D-BOT, потому что их негде использовать. Потому что нет браузера, в котором бы были все D-BOT, которые можно использовать. Вот и все. Вот поэтому их никто-то, кто-то не исходит. Так, вопрос-ответ прозвучал, а теперь Дмитрий поднимает руку и слово Дмитрию. Да, у меня на самом деле был уточняющий вопрос по поводу именно функционала, который планируется добавить. Павел сказал, разрабатывается сейчас. То есть надо его сначала понять, а потом, наверное, придумать для него название. Иначе это как-то за скобками остается функционал, а название должно идти вслед за ним. То есть канал очень простой, веб-страница, полноразмерная веб-страница, обычная веб-2.0. Он так и выглядит. Обычную веб-страницу, которая загружена с блокчейном, называть деботом, плохо. Это никогда не взлетит, никогда не наберет adoption. Ну, это ты так думаешь. Это твое мнение, давай добавим. Мить, это мнение команды Сёрфа в полном составе. И тут еще люди высказывались, как ты видишь, что они считают это тоже ограниченными названиями. Поэтому вы сейчас, мы, безусловно, как бы… Ты залезь в состав сейчас, точно говоришь? Я пойду спрошу команды Сёрфа в полном составе. Нет, подождите. Давайте мы просто в чате запустим голосовалку. Я думаю, что даже в чате просто запустим голосовалку и узнаем, сколько процентов за, сколько против. Смотрите, делая сейчас не в проценте за, а в против. Люди будут делать интерфейсы веб-страницы. Вот Митя единолично считает, что веб-страницу надо называть деботом, да, потому что считаешь, ну, как бы привык к этому названию. И все. Да, вот никакой связки с веб-страницей любого человека, которому ты дальше пойдешь и скажешь, иди, попользуйся деботом. И вот ты запустил дебот, когда у тебя запускается как бы веб-сайт look, like and feel, некая программа, да. Ну, Павел, я тебя понял, ты, на самом деле, повторяешься. А как ты отличишь одну страницу от другой, интересно? Ну, D-page. Так, давайте, Дмитрий. А как ты отличишь одну страницу от другой? В смысле отличишь одну страницу от другой? Ну, так же... Пейджами даже сайты уже не называются давно пейджами, потому что они какие-то не пейджи. Ну, ActivePage почему называется? Не ActivePage, но не называется. SinglePageApplication SPA сейчас называется. SinglePageApplication SPA. Для... Ну, страница точно более широкое название, чем бот, да. И вообще по-хорошему... Я сейчас не говорю, что это финальное название. Просто говорю о том, что дебот плохое название. Вот что точно могу сказать. Для того, чтобы продвинуть технологию... То есть слово дебот не позволит такой технологии, как Friton браузер, взлететь. Вот я могу сказать точно. Не, Павел, идея понятна. Точно-точно или точно-точно-точно-точно? Не-не, подождите. Точно-точно-точно-точно. Подождите, осталось, на самом деле, я извиняюсь, осталось 3 минуты. На моем урезанном тарифе я просто не успел оплатить. Вот с карточкой там проблемы. Поэтому осталось 3 минуты. Да, это просто холивар, можно заканчивать в любой момент. Да, короче, идея понятна. У идеи есть поддержка, как бы, и просто нужно там проголосовать, узнать, сколько поддерживает, сколько нет, там процент хотя бы. И предложить какой-нибудь альтернативный вариант и уже от этого отталкиваться. Вот, то есть нужна идея понятна, нужна конкретика. Так, там еще, если кто-то, Александр, минута. Я хотел сказать, что когда просто деботы только появлялись, у меня такая мысль была в голове, что нам вообще сеть надо переименовать в дебатон. Он так шуточек просто. Так. Понятно. Еще у кого-то есть какие-то вопросы, оставшиеся 2 минуты обсудить? Все. Обратный отсчет. Три, два, один, ноль. Все тогда. Всем спасибо. Всем спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok